Друзья, я прочитаю место Священного Писания, которое записано у Иеремии, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Итак, мы решили возвратиться к истокам или же к древнему пути добра, и все 12 уроков будут состоять из мест Священного Писания и цитат, взятых из проповеди нашего пастыря, брата Аркадия. Для тех, кто не слышал и не знал о существовании древнего пути добра, это будет не возвращение, а скорее нахождение древнего пути добра или Царство Небесное, которое содержится в начальствующем учении Иисуса Христа. А для тех, кто слышал о начальствующем учении Иисуса Христа, которое Он выражал в учении о Царстве Небесном, то возвращение к древнему пути добра означает вспомнить то, что мы оставили, или то, что мы забыли, или то, откуда мы не спали. И главной целью повторения 12 базовых учений Иисуса Христа является наше желание творить волю Небесного Отца, которая невозможна без поиска Бога и познания Его учения. В Иоанна 7 глава 16-18 стихом написано слова Иисуса. Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю Его. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем». И другой немаловажной целью повторения 12 базовых учений является наше желание отложить прежний образ жизни ветхого человека и обновить сферу нашего мышления духом своего ума, и только затем облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истины. Важно заметить, что обновить сферу своего мышления, как мы слышали, возможно, только посредством духа своего ума. А дух ума напрямую связан с нашей способностью принимать благовествуемое слово или учение от тех представителей, о которых апостол Павел сказал, что они имеют ум Христов. Это записано в 1 Коринфянам, 2 глава, с 12 по 16 стих. «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы, апостолы, имеем ум Христов». Так сказал о себе апостол Павел. Поэтому мы видим, что дух нашего ума тесно связан с теми людьми, которых Бог делегировал в нашей жизни, и которые имеют вот этот ум Христов. Есть такое выражение в русском языке. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Ну, христиан-то должно звучать так. «Скажи мне, кто твой пастырь, кто твой проповедник, и я скажу, какой ум у твоего духа». Хотя, конечно, с этим многие не согласны. Они говорят, у меня ум Христов. Нет, у нашего духа ум как раз того представителя, которого мы слушаем и которого признаем за власть. И если человек думает, что он имеет дух ума независимо от того человека, которого Бог дал в его жизнь, он заблуждается, думая, что у него есть ум Христов. Если у тебя есть ум Христов, такому человеку можно сказать, «Можно я тебе задам несколько таких весомых вопросов по учению?» Я вот когда говорил с людьми, они говорили, «Я вообще не хочу говорить по учению». Но у тебя же ум Христов. И люди отказываются. Почему? Потому что они не понимают, что дух ума тесно связан с теми святыми, которые благовесывают нам Слово Божие и которые имеют, в свою очередь, ум Христов. Итак, мы сегодня остановимся на первом уроке. Это учение о крещении. И конкретно мы рассмотрим учение о крещении водою. И постараемся сегодня ответить на четыре главных вопроса. Вопрос номер один, или же первый. Дать определение и главное назначение всех трех крещений. Вопрос номер два – дать определение назначения конкретно крещения водою. Вопрос номер три – дать определение драгоценному камню и имени Стража в лице определенного апостола, написанного на первом основании в учении о крещении водою. И четвертое – нам необходимо будет соединить и провести параллель между учением о крещении водою, учением о возложении рук в завете крови, учением о воскресении мертвых в рождении от воды и учением о суде вечном в воле благой. И сразу хочу сказать, что я понимаю формат нашего служения, что это не разбор слова, это молитвенное собрание, поэтому святые те мысли, те цитаты и те места священного Писания, которые я взял из материалов и проповедей Девятой Аркадии, они будут очень сжаты, поэтому главная цель – приготовить нас к молитве и высвободить все эти истины через исповедание, ходатайственные молитвы. Поэтому они будут все очень сконцентрированы, поэтому потерпите, если хотите отдохнуть, то уже во время молитвы вы отдохнете в присутствии Бога. А сейчас, пожалуйста, напрянитесь, потому что информация будет очень сконцентрированная. Итак, вопрос номер один. Дать определение и главное назначение всех трех крещений. Каждое из этих четырех учений преследует одну цель. Это погрузить нас в смерть Господа Иисуса. Для достижения этой цели каждый из четырех учений обладает тройственностью различных функций. И давайте рассмотрим три различных функции в учении о крещении. Главная функция, которая призвана исполнять крещение водою, в которой мы погружаемся в смерть Христа, призвана отделять нас от мира и являться перед Богом печатью праведностью, которую мы получили до крещения. То есть мы становимся праведными по вере, и потом в крещении мы получаем печать праведности. Как мы слышали, у нас сначала должен быть документ праведности, а потом ставится на него печать праведности. Далее, главная функция, которая призвана исполнять крещение святым духом, в которой мы уже погружаемся во святой дух, призвана посредством смерти Иисуса Христа, отделяет нас от суетной жизни отцов. А сам Святой Дух в этом крещении призван являться печатью и залогом нашего наследия. Далее, третья главная функция, которая призвана исполнять уже крещение огнем, в котором мы погружаемся в самого Бога Отца, призвана посредством смерти того же Иисуса Христа, окончательно отделить ветхого человека от нового и вводить нас в категорию царей и священников. А теперь давайте посмотрим на все три вида крещения. Все три вида крещения, что они для нас представляют? Итак, все три вида крещения, они, конечно же, едины. Ефесянам 4 глава 5 стих. Один Господь, одна вера, одно крещение. Далее, все три вида крещения преследуют одну цель. Это отождествлять нас, соединять нас со смертью Господа нашего Христа. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Римлянам 6 глава 3 стих. Далее, все три вида крещения примиряют нас с Богом и делают нас святыми, непорочными и неповинными перед Богом. Римлянам 5 глава 10 стих. Если, будучи врагами, мы примирились с Богом, смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Все три вида крещения, далее, являются разными степенями печати праведности. То есть у праведности есть разные степени и разные печати, которые будут являться знамением нашей принадлежности к нашему Господу. Я Сын Божий, и Господь говорит, покажи мне печать, что ты мой Сын. Это не просто пустые слова. Эти слова, за которыми стоит определенная печать, потому что когда мы говорим «драгоценная кровь Иисуса Христа», говорим «крест Христов», то они представляют конкретную святую печать Бога. И давайте вспомним три печати, которые мы получаем в смерти Господа Иисуса Христа. Первая печать называется «Святыня Господня». Вторая печать «Познал Господь своих». И третья печать «Господь там». Первая печать написана в Исходе, 28 глава, 36 стих. Господь сказал Моисею «И сделай полированную дощечку из чистого золота и вырежь на ней, как вырезывают на печати святыня Господня». Пожалуйста, какую прекрасную печать несет себя крещение водою. А вот печать, которая несет в себе крещение Духом Святым. Второй Тимофей, 2 глава, 19 стих. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих. И да, отступит от неправды всякий исповедующее имя Господа». И вот третья печать, которую мы находим уже в крещении огнем, погружаясь в самого Бога Отца и становляясь городом Иерусалимом. Иезекиев, 48 глава, 35 стих. «А имя городу с того дня будет Господь там». Далее, все три вида крещения лишают силы имеющего державы смерти и избавляют крещаемых от страха и рабства второй смерти. Евреям, 2 глава, 14, 15 стих. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, то есть Иисус, так же воспринял Онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Насколько важно понимать, какая суть заключается во всех трех видах крещения, которые погружают нас в смерть нашего Господа. Далее, есть больше. Все три вида крещения преследуют одну конечную цель, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни. Римлянам, 6 глава, 4 стих. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Недостаточно этого. Также все три вида крещения исполняют роль вельной лопаты, чтобы очищать нас, как пшеницу от соломы и представлять нас перед Богом чистым зерном, готовым для помола в муку. И потом, разумеется, чтобы Господь мог из этого уже делать хлебы, которые будут полагаться на его столе. Матфея, 3 глава, 11-12 стих. «Я крещу вас в воде, в покаянии, — говорит Иоанн Креститель, — но, идущий за мною, сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопаты его в руке его, и он очистит гумно свою, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Далее все три вида крещения призваны служить посвящением самого себя Богу в Назарей. «И, заключительное, все три вида крещения соединяют нас подобием воскресения или же делают нас сынами воскресения». Римлянам, 6 глава, 5 стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Вот посмотрите, какие функции несут три крещения и какие роли выполняют все три вида крещения, взятые вместе. Какое богатство находится в смерти Господа Иисуса Христа? Вы скажете, ну мы это все знаем. Вы знаете, я ученик. Если апостол Петр, апостол Петр, первый человек в Иерусалимской церкви говорил, «Я напоминанием возбуждаю чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками Его, и святую заповедь Господа и Спасителя, которая передана вашими апостолами, то для меня тоже напоминать те истины, которые преподавали нам пророки и апостолы, как заповедь Господа Иисуса Христа является напоминанием и возбуждением, то есть привести человека в молитвенное состояние. Молитвенное состояние – это когда нас возбуждает Слово Божие, не когда нас возбуждают эмоции. Я понимаю, во многих харизматических церквах, для того, чтобы начинать поклоняться, как говорится, или же молиться, необходимо детара, барабан и другие вещи. У Бога не так. Для того, чтобы привести поклонение, необходимо сказать «достоин ты». Просто сказать «свят, свят». Вот четыре животных просто сказали «свят, свят, свят». И все небеса начинают поклоняться и благодарить Бога. То есть мы видим, что на небесах не музыка приводит людей в молитвенное состояние, а написанное Слово Божие, то тем более я вот через напоминание тех слов, которые предали нам пророки и наши апостолы, хочу возбудить нас и подготовить вот в такое молитвенное состояние. Итак, вопрос второй. Теперь давайте дадим определение и назначение конкретно крещения водою. Ну, кто-то скажет, ну, какое крещение водою? Я уже подошел почти что к крещению огнем. Зачем крещение водою? Вот мы прочитали намеренно. Вначале вот пасырь сказал и показал красоту всех трех видов крещения, что красота, крещение огнем может быть только тогда, когда мы обнаружим красоту водного крещения, и одно без другого не работает. И что все 12 учений – это 12 ворот. И что невозможно зайти в Иерусалим через одни ворота. Как мы слышали, мы заходим в Иерусалим сразу, постепенно, через все 12 ворот. Поэтому отдадим дань крещению водою. Крещение водою – это такая основополагающая истина, как мы слышали, из которой будет исходить и в которой будут прослеживаться вслепоследующие основания в 12 начальствующих учениях Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Итак, давайте посмотрим на 12 назначений в крещении водою. Первое назначение. Оно должно служить знамением завета между Богом и человеком. Бытие, 17 глава, 13-14 стихи. «Непременно, да будет обрезан рожденный в доме Твоем, и купленный за серебро Твое, и будет завет мой на теле Вашим заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа Та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». То есть, завет и назначение в крещении водою должен был присутствовать знак, определенный знак, знамение, и это обрезание крайней плоти. Что интересно, что под крайней плотью мы слышали, подразумевается функция нашего языка. И при заключении завета с Богом, где мы исповедуем веру нашего сердца в том, что Иисус есть Христос. Это символизирует о том, что вот это произошло обрезание крайней плоти. И просто, когда во время водного крещения проповедник или же пастырь говорит человеку и спрашивает его, прежде чем совершить водное крещение, «Веруешь ли ты, что Иисус Христос есть Сын Божий?» И он говорит эти слова, которые трудно сказать человеку, у которого не произошло вот это обрезание крайней плоти. Сказать слова «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий!» Это очень сильные слова. Почему люди не хотят принимать водное крещение? Потому что, когда ты принимаешь водное крещение, ты должен себя поставить под проклятие и сказать, что я верю, что этот Иисус есть помазанный Мессия в мою жизнь. А поэтому я готов прямо сегодня для многих вещей умереть, многие вещи оставить и со многими людьми порвать. И я готов на это. Люди каятся и принимают Бога, но тягивают водное крещение. Посмотрите, чего они боятся. Обрезание крайней плоти. Интересно было показано, что крайняя плоть и обрезание крайней плоти символически показывает именно на эту фразу «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Второе назначение в крещении водою. Оно призвано запечатлеть нас к печатью праведности через веру в Иисуса Христа. То есть в крещении водой мы получаем печать праведности на документ праведности. Римлян 4 глава 11 стих. «И знак обрезания Авраам получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания». То есть мы видим, что праведность у него была до обрезания, вне обрезания. Но чтобы этот документ был легитимным, законным, необходимо иметь законную печать. И она образно выражалась в обрезании. И для нас это сегодня выражается в словах, когда мы говорим, что «Я верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Третье назначение в крещении водою. Оно призвано дать Богу юридическую возможность записать наконец-то наше имя в книге жизни. Давайте прочитаем о самом Господе Иисусе Христе, который не являлся исключением. Иисус играл, жил и служил только по правилам. Это мы пытаемся найти исключение из правил. А Иисус никогда не искал исключения из правил. И никогда не являлся исключением из правил. И поэтому я тоже делаю решение, что я не хочу быть исключением из правил. Иногда люди говорят, что «Я знамение для Церкви, я исключение из правил». А я не хочу быть таким знамением, которое какое-то непонятное знамение, исключение из правил. Вот Иисус не был этим исключением из правил. Поэтому я соглашаюсь с Ним, что я тоже хочу принимать все по божественным правилам и законам. Луки 2 глава, 21 стих. «По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве». Итак, мы увидели, что когда надлежало обрезать младенца, то ему дали имя, то есть в день обрезания. То есть какую функцию несет крещение водой во время обрезания, в то время, когда мы говорим, что «я верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». В это время рука самого Небесного Отца записывает наше имя в книгу жизни. Назначение четвертое в крещении водою призвано отделять нас от мира, который обречен Богом на истребление и пагубу, и приобщить нас к новой судьбе. И что интересно, что пастор привел очень интересный образ крещения водою в потопе Ноя, что для Ноя и его семьи воды потопа являлись образно крещением водою. Сегодня трудно увидеть, да, что это крещение водою, что-то незначительное. Вы знаете, что крещение водою – это воды потопа. Это воды потопа. Прочитаем у 1 Петра, 3 глава, с 20 по 21 стих. «Во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ спаслись от воды, так и нас ныне подобное сему образу крещения, не плотской, нечистотой омытия, но обещание Богу в доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа». Что мы видим, что здесь говорится о том суде, который был представлен в водах потопа, как некоторое подобие образу водного крещения. Поэтому посмотрите, какую глубину, какой суд Господь заключил в водном крещении, в которое человек иногда не понимает до конца его важность, его судьбоносность, его ответственность. Весь человеческий мир был уничтожен и сохранился он только восьми душах. Почему? Просто Господь хотел показать, что такое водное крещение. Пятое назначение в крещении водою призвано нести для нас свободу от всякого греха и полноту исцеления во всех сферах нашей жизни. Святые крещения водою содержат исцеление для наших тел. Поэтому если мы нуждаемся в исцелении, то, пожалуйста, нам кажется, Господь, ну когда, когда я приду в такой уровень, когда ты меня сможешь исцелить? Господь говорит, исцеление положил же на твой счет в семени, в крещении водою. И поэтому мы возвратимся к этой мысли, прочитаем и увидим ее, чтобы мы могли наконец-то взять это семя и взрастить его. Оно было положено на счет там, в крещении водою. Когда мы сказали, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий, Господь говорит, я дарю тебе исцеление, дарю тебе процветание, дарю тебе благословение. Все находится там. Исайя 53, глава 4, 5 стих. Он, Христос, взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и не чужен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Итак, мы видим, что имелось в сего смерть Господа Иисуса Христа. Как мы слышали, что все три крещения и крещение водою погружают нас в смерть Господа Иисуса Христа. И в этой смерти есть наше исцеление. Шестое назначение в крещении водою, оно призвано возвратить человека в потерянный Адамом рай. Откровение 2, глава 6 стих. Побеждающему дам вкушать одрево жизни, которое посреди рая. И, конечно же, в этом побеждающем мы хотим увидеть себя. Но в этом побеждающем мы сначала должны увидеть Иисуса Христа. И когда мы погружаемся с Ним подобием смерти, тогда в этом побеждающем мы можем найти и себя. Поэтому побеждающему, тому, кто нашел себя в смерти Господа Иисуса Христа и соединился подобием смерти, он соединиться и подобием воскресенья, и дам Ему питаться одрево жизни, и возвращу Ему потерянный рай. Седьмое назначение в крещении водою призвано отверзать для человека небесные врата, для схождения на него Святого Духа. Как это важно, как это важно, что сегодня многие люди просят Святого Духа. Не просто просят, дай нам больше. Вот мы в молитве перед началом каждого служения просим Господь, дай нам больше, дай нам познать Тебя глубже. А люди иногда просто просят, они не имеют Духа Святого. Не просто глубже, а просто Дух Святой, прийди, ты куда ушел? Нет, Дух Святой здесь, Он просто хочет, чтобы мы глубже познали Его. И вот как раз крещение водой и открывает для нас небеса, и позволяет этой третьей личности Божества прийти. Потому что без Духа Святого ни одно крещение не работает. Матфея, 3 глава, с 13 по 14 стих. «И крестившись Иисус, тотчас вышел из воды, и сие отверзли с Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божий, который сходил, как голубь, и не спускался на Него». Далее, восьмое назначение в крещении водой – это полномочия и власть. Всегда носить в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы дать возможность жизни Иисуса открыться в нашем теле. 2 Коринфянам, 4 глава, 10 стих. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Девятое назначение в крещении водой – это посвящение себя на освящение, чтобы чтить Бога и творить Его правду. Любимое нами место – Откровение, 22 глава, 11 стих. Праведный – да творит правду еще, и святой – да освящается еще. Десятое назначение в крещении водой – призвано наделять нас властью пасти наши необрезанные мысли и сокрушать их жезлом железным, через что мы потом получим гарантию на получение звезды утренней. И, конечно же, это место записано в Откровение, 2 глава, 26 по 28 стих. Кто побеждает? Или же кто найдет себя в побеждающем Иисусе Христе через водное крещение, крещение Духом Святым и крещение огнем? И тот, кто соблюдет дела мои до конца, только тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, а не сокрушаться, и как я получил власть от Отца моего, и дам ему звезду утреннюю. И одиннадцатое назначение в крещении водою – оно призвано благодаря мертвости Иисуса Христа – восхитить нас, встретя Господу на облаках. Матфея, 24 глава, 27 по 28 стих. «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого, ибо где будет труп, там соберутся и орлы. А труп будет только там, и ангелы в виде орлов соберутся там, где люди знают, что такое суть крещения Иисуса и погружаются в это крещение». И двенадцатое назначение в крещении водою – оно призвано давать власть, приступать к силам будущего века. Евреям, 12 глава, 22 по 24 стих. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалему и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатуе нового завета Иисусу, и к крапления, говорящие лучше, нежели Авелева». То есть мы видим 12 назначений конкретно крещения водою. Теперь давайте посмотрим на вопрос третий в нашем уроке и постараемся дать определение драгоценному камню и имени стража в лице определенного апостола, которое написано на первом основании в учении о крещении водой. То есть это первое основание. Мы знаем, что в 12 основаниях стены Нового Иерусалима степень учения о крещении водой именуется драгоценным камнем Ясписом. В Откровении 21 главой, 19 стихом написано «Основание первое в Иерусалиме – это Яспис». Из этого следует отметить, что все образы, которые в Писании будут связаны с драгоценным камнем Ясписом, будут свидетельством о прямых назначениях в полномочиях, содержащихся в крещении водой. Итак, драгоценный камень Яспис – это один из 12 драгоценных камней, которые встречаются не только в Иерусалиме, но также на груди у первосвященника, на его наперсники. И что указывает на его чрезвычайное и судьбоносное значение, без которого невозможно было входить в присутствие Бога. Без этого камня Ясписа предосвященник не имел права входить в присутствие Бога. Важно подчеркнуть. А следовательно для человека, который не хочет погрузиться в смерть Христа последствием крещения водою, путь в присутствие Бога навсегда закрыт. Не стоит, наверное, забывать о водном крещении, не правда ли? Это драгоценный камень Яспис. И мы заходим в присутствие Бога, вот благодаря этому первому камню, который лежит в основании и который был на груди у первосвященника. Камень Яспис. А теперь давайте посмотрим на три наследия в этом камне Ясписе в крещении водою, вот в самом городе Иерусалиме. К чему он призван? Мы увидели, что камень Яспис был на груди у первосвященника. А теперь давайте переведем взор обратно в книгу Откровения и посмотрим на Иерусалим, на жену невесты Агенса, где показывает себя камень Яспис. И три назначения. Первое. Крещение водою в наследии Ясписа призвано присовокупить нас к Вышнему Иерусалиму. То есть невозможно быть женой невесты Агенса, не имея совершенно никакого понятия о том, что такое драгоценный камень Яспис. Откровение 21 глава 10-11 стих. «И возьмешь меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город святой Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню Яспису кристалловидному». Посмотрите, какое наследие находится в Иерусалиме. И Господь хочет нас называть своим Иерусалимом. Но при условии. Если мы в нашем Иерусалиме, который мы исповедуем, найдем драгоценный камень Яспис, который отображает для нас глубокое понимание и пребывание в учении крещения водой. И не стоит, как мы слышали, махать «да это же крещение водою». Я вот помню свое крещение, надо было многое оставить, от многого умереть и со многими вещами порвать. И я лично оттягивал водное крещение. И оттягивал до такой поры, когда уже почувствовал внутри, что я могу просто уже на себя извлечь гнев Божий. Потому что с Богом нельзя играть в подобные игры. Третье. В крещении водой в наследие Ясписа, призванного в очах Бога, соделать нас стеною великого города Иерусалима. Иерусалима. То есть, опять же, давайте прочитаем Откровение 21 глава, 18 стих. Стена великого города, говорится об Иерусалиме, построена из Ясписа, а сам город был чистым золота, подобен чистому стеклу. То есть, опять же, в Писании построение стены из Ясписа – это возможность посредством полномочий, содержащихся в крещении водою, приходить к совершенству, которое присуще совершенству Небесного Отца. Поэтому мы слышали неоднократно, как только говорится о стене, говорится о чем? Говорится о совершенстве. А совершенство, оно заключает себя в камне Ясписа. Потому что Господь видит нас, когда мы принимаем водное крещение, и Он полагает свою печать на документ праведности нас совершенными. Просто теперь это совершенство должно возрастать и становиться, преобразовывать себя вот в эту стену. И третье, что, включая в себя камень Яспис в крещении водою, Он призван соделать нас причастниками к достоинствам, которые содержатся в имени стража, написанного на первом основании стены Нового Иерусалима. Откровение 21 глава 14 стих. Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агенса. И поэтому, святые, мы сразу перейдем к стражам первого основания. Вот как раз, что Яспис, он позволит нам, этот первый камень, обнаружить имя первого стража. И первым стражам, или же первым апостолам, который был написан, вырезан на этом драгоценном камне, был Симон Ионин, называемый Тифой, что означает Петр или камень. Матфея 10 глава, 2 стих. Здесь мы знакомимся с Петром. 12 же апостолов имена Сии. Первый Симон, называемый Петром. То есть, это имя должно быть найдено в нашем Духе Святые. То есть, мы должны отождествить себя с теми характеристиками, которые Бог поместил в это имя. Именно этому апостолу Господь поручил пасти своих агенцев, а вернее, именно его Господь поставил главой апостолов. Я сейчас прочитаю, я тут ничего не надо изменять, просто надо прочитать, как красиво пастор изложил суть вот этого первого стража. Поэтому я думаю, что это вас сможет возбудить и испытать определенное наслаждение. Иоанна, 21 глава, 15 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня более, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси агенцев моих». И это повеление «Паси агенцев моих» было возведено Христом в третью степень, так как произнесено это повеление Христом было трижды в присутствии остальных апостолов. Прежнее имя Петра было Симон. Но после одного события, когда двое из учеников Иоанна Крестителя, одним из которых был Андрей, брат Симона, Петра, услышав от Иоанна Крестителя, что Иисус, которого их учитель Иоанн, на их глазах крестил водою, есть агнец Божий, то они оставили Иоанна Крестителя и немедленно последовали за Иисусом и попросились к Нему в гости. Иисус с готовностью принял их в Своем доме и оказал им всяческое гостеприимство. После такого близкого знакомства с Иисусом Андрей находит своего брата Симона. То есть первый, кто нашел Христа или познакомился, это был не Петр, а Андрей, родной брат Симона. И он сообщает своему родному брату новость. Мы нашли Мессию, то есть Христа, и приводит его для знакомства к Иисусу. В Иоанна, 1 глава, 35-42 стихом написано, читая только одну фразу, «Иисус, взглянув на Симона, сказал ему, «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень Петр». Мы знаем, что в древности люди понимали, что имя человека может влиять на его судьбу, а посему относились к именам весьма избирательно, так как влаживали в эти имена смысл своих устремлений и своих желаний. Имя человека – это достоинство, в котором сокрыт статус человека и его место, в предмете его предназначения и его призвания. Учитывая этот фактор, если человек или ангел оставил свое место, на которое поставил его Бог, то вместе с местом он терял и свое имя». Очень красивое предложение, просто нельзя видоизменять. Хотя, честно говоря, вообще ничего не видоизменяю. Читаем дальше. «А по всему, если люди недовольствуются местом, на которое поставил их Бог в теле Христова, посредством своих стражей или посланников, и самовольно оставляют его, то они оставляют свое призвание и теряют свое имя. Такое беззаконие в очах Бога является техчайшим преступлением, за которое Бог исклаживает их имена из книги жизни навсегда и дает им другие имена, соответствующие их вероломству и их отступничеству от его порядка, которое он пишет уже на прахе. И место, которое было предложено, это Иеремия, 17 глава, 13 стих. «Ты, Господи, надежда Израилева, все оставляющие Тебя посрамятся, отступающие от Меня будут написаны на прахе». Обратите внимание, потому что оставили Господа источник воды живой. Он говорит, что все те, которые оставили свое место, я их имена из книги жизни напишу на прахе. Это не просто Господь возьмет книгу жизни, возьмет стирательную резинку и сотрет. У Бога нет стирательной резинки. У Него есть перст, который может только писать, Он никогда ничего не стирает. Он царь. Он никогда ничего не исправляет. Он никогда не говорит «простите», «excuse me», «I'm sorry», Он не говорит такого никогда. Он пишет ручкой, которую невозможно стереть. И когда Он записал наше имя в книгу жизни, в крещении водой, чтобы потом изгладить оттуда, Он должен взять этой же рукой, законной, и после того, что Он записал там, это же написать уже на прахе. И когда Он запишет имя на прахе, никогда у человека не будет возможности покаяться и желания покаяться. Очень опасно. Поэтому, когда говорит, что Господь не изглаживает, как Он там изглаживает имя? Он не изглаживает. Он просто пишет его на прахе. И когда привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, мы слышали, что Иисус сделал. Все те, кто привели эту женщину, Он стал их имена записывать на прахе. Очень опасно приносить человеку и осуждать человека. Надо с этим человеком, надо с ним поступить так-то и так-то. Очень опасно. Когда мы имеем грех подобный или же страшнее и пытаемся навешать на другого человека свои грехи и свои пороки. Что делать нечестивые? Что они делают? Они свои пороки, свои грехи вешают на других. О чем это говорит? Очень опасно. Это говорит о том, что Иисус наклонил свою голову и начинает имя этого человека писать на прахе. И когда он закончит писать это имя на прахе, оно навсегда вычеркивается из книгу жизни. Итак, в народе израильском люди, чтущие Бога, хорошо знали этот духовный закон, который призван был действовать в имени человека и определять его судьбу. А посему именам уделяли особое внимание. В силу этого, то значение, которое Симон получил в своем имени от своего отца Ионы, означает «слышание», в то время как Иона означает «голубь». Иисус при встрече с Симоном Иониным не заменил его имя. А наоборот, распространил и расширил его и дал ему имя Кифа. Обратите внимание, к нему пришел Симон Ионин, который получил имя Кифа. Давайте посмотрим на эти три имена. Сын Ионин, потом Кифа и Симон. Сначала посмотрим на сын Ионин. То есть мы говорим святые о характеристиках, которые мы должны найти в своем сердце обязательно. Это драгоценный камень, не просто на котором написано имя Симон, Ионин, называемый Кифа. Там же заключается судьба наша. Вот и мы прочитаем, что такое наша судьба в этих трех именах, которые имел один апостол. Итак, сын Ионин. Иона или же сын Ионин. Иона – это значение голубь. Нам известно, что голубь инициативил свойства простоты, присущие Святому Духу, а также то, что для победы над нечестивыми, когда он задействует против нас, когда они задействуют против нас свою волчью природу, необходимо будет противостоять им именно оружием простоты, что указывает на тот фактор, что в истоках учения о крещении водою, из которого, как из корневой системы, будет происходить развитие Царства Небесного в человеке, будет стоять Личность Святого Духа, то есть Иона, голубь, простота. Именно Святой Дух определяет силу и атмосферу Царства Небесного, которая состоит из праведности, мира и радости, пребывающей в его божественных недрах, как написано Римлянам, 14 глава, 17 стих, «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Свойства и достоинства простоты Святого Духа присутствуют и в характере младенцев, которые любят своих родителей до ревности, хотя могут и горчаться, и реагировать на боль, и на жестокость плачем, но при этом не способны обижаться или судить своих обидчиков», то есть в лице своих родителей, в силу чего они являются причастниками Царства Небесного. А поэтому без принятия Святого Духа крещение водою невозможно. Когда мы подойдем к исследованию учения о крещении Святым Духом, это второе учение, учение о крещении Святым Духом, то мы приведем основание из Писания, что крещение Святым Духом – это всегда принятие Святого Духа, а принятие Святого Духа – это не всегда крещение Святым Духом. То есть принятие Святого Духа производит когда? В крещении водою. И когда человек получает или же принимает Святого Духа в крещении водою, то это не говорит о том, что он уже погрузился в крещение Духом Святым. И насколько нам известно, и Елизер, раб Авраамов или же домоправитель, который является прототипом Святого Духа, был принят в доме родителей Ревеки и в доме ее брата Лавана. Но крещение, которое было представлено в предмете оставления своего народа и своего дома, совершила только одна Ревека. То есть пришел раб Авраамов, символ Святого Духа, ко всем, а не все взяли этого Святого Духа и смогли погрузиться с ним в крещение. То есть дом Лавана они только нашли его в крещении водою, но не захотели двигаться дальше. Дальше двигается только невеста. А следовательно, что для принадлежности категории невесты крещения водою недостаточно. Для этой цели необходимо будет пережить следующую ступень смерти – это крещение Святым Духом. Однако, возвращаясь к крещению водою, которое невозможно без принятия Святого Духа, следует, что те люди, которые погрузились в смерть Христа посредством крещения водою, получат возможность взрастить в себе простоту Христову посредством Святого Духа. То есть простота Христова должна сразу быть обнаружена в крещении водою. Как определить, что человек родился свыше? Потому что в крещении водою сходит Дух Святой, и у человека появляется качество простоты. И вот, что включает в себя простота. Простота – это чистый, невинный, неповрежденный, истинный, правдивый, неподдельный, кроткий, миролюбивый, непорочный, девственный, незлобливый, невиновный, простодушный, полноценный, здоровый, единый, без инородных примесей в золоте и серебре, без примесей в чистом вине. Вот какое наследие лежит в имени Иона. Теперь второе имя этого же апостола – это Симон. И перейдем к следующему свойству в имени и в достоинстве этого стража. Мы увидим, что в учении крещению водою Дух Святой дает нам возможность слышать. Слышать. То есть слово «Симон» – это способность слышать или же слышание. А посему, чтобы слышать своим сердцем благовествуемое слово о Царстве Небесном, необходимо, чтобы наше сердце было простым, чтобы там было написано имя Иона. Симон – сын Ионин. Невозможно слышать, если в сердце нету простоты. Когда человек не может слышать пастыря, то это непростой человек. Это очень… нельзя сказать, что сложный человек. Есть другое определение, но не буду омрачать этими словами проповедь. Именно поэтому, когда Иисус увидел человека со свойствами и достоинствами в сочетании своих имен Иона и Симон, то Он сказал ему, ты Симон, сын Ионин, будешь называться также и Кифой. И теперь третье значение – Кифа. Кифа – это Петр, или же Петра, такое женское имя, живая скала, краеугольный камень жизни. Мы слышали о том, что дав это имя Симону, Ионину, Иисус на самом деле делегировал ему свое собственное имя. Иисус подарил свое имя Петру. Ведь это же Он, Иисус, является краеугольным камнем. И Он сказал, когда посмотрел на Него, Он влюбился в Него, Он увидел в Нем сочетание простоты и сочетание способностей слышать. И Он сказал, я вижу в тебе себя, ты, Кифа, ты будешь краеугольный камень. Но мы читаем в других посланиях, где апостол Павел говорит, что невозможно положить другого основания, кроме положенного, которое Иисус Христос. Писание говорит, что это единственное основание, которое можно строить. И вдруг в основании, рядом с Иисусом, в Иисусе мы находим апостола Петра, Кифа, живая скала. И поэтому на этом основании будут строиться и другие основания. В имени Кифа, написанном на первом основании стены Нового Иерусалима, Иисус приоткрыл еще одну завесу над тайной, содержащейся в крещении водою, на которой Он создал церковь свою и врата ада в лице плоти нечестивых мира. И бесов не смогут одолеть это основание в Его церкви. То есть очень важно, чтобы Иисус лежал в основании церкви. И, разумеется, Иисус будет лежать в основании церкви, если в этой церкви есть Кифа. Кифа. Это очень важно, это редкость, это привилегие, когда в церкви есть человек, который обладает этими качествами и качеством Кифа. То есть живая краеугольная скала, краеугольный камень. Матфея, 16 глава, с 18 по 19 стих. «Я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою». Я бы хотел, чтобы в этих словах мы видели, что хотел Иисус сделать на себе. Но когда Он увидел Петра, Он влюбился в Него. И то, что Он подарил Ему, это было Его. И далее мы увидим о том, что Иуда Искариот, Он тоже поместил так много в Иуда, в Своего последнего ученика, в это 12 основание, так много. И тот ученик не сохранил свое место, потерял свое место, потерял свое имя. И тогда Иисус заполнил место Иуда Искариота Собою. И сказав, «Я первый, и я последний». И когда Он сказал, «Я первый», в это время подошел к Нему Петр и занял с Ним место. И Он сказал, «Я последний». И последний ушел. И Иисус будет последний. И в этом последнем имени будет присутствовать сам Господь Иисус. Иуда потерял это место. Но эта красота живет нас в будущем. А здесь Он говорит, что дам тебе ключи, что ты будешь Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Итак, заключительный вопрос номер четвертый. Постараемся сегодня соединить и провести параллель между учением о крещении водою, учением о возложении рук в завете крови, учением о воскресении мертвых в рождении от воды, и учением о суде вечном в воле благое. Сначала давайте соединим все четыре учения вместе, а потом постараемся соединить первый уровень всех четырех учений. Как оно будет звучать? Вот из прочитанного, то, что мы прочитали, какую формулу мы сможем из этого прочитанного, из этого богатства вывести? Соединяем все четыре учения вместе. Мы приходим к следующему. Что вначале человек рождается от воды в учении о воскресении мертвых, принимая семя Царства Небесного. И через погружение этого семени жизни в учение о крещении, он получает способность заключить завет с Богом, представленный в учении о возложении рук, который в конечном итоге вводит его волю благую, угодную или совершенную, представленную в учении о суде вечном. Вы скажете, о, какое богатство, какое богатство. Конечно же, какое богатство. А давайте теперь конкретно рассмотрим первый уровень во всех четырех учениях. Мы рассмотрели глобально, все четыре учения вместе взяты. Вот первый уровень. Человек, принявший семя Царства Небесного в рождении от воды, через погружение в крещение водою, получает способность заключить завет крови с Богом, который вводит его в волю благую. Еще раз. Человек, принявший семя Царства Небесного в рождении от воды, через погружение в крещение водою, получает способность заключить завет крови с Богом, который в конце его вводит в волю благую. И это первый уровень. Интересно заметить, что для рожденных свыше все начинается с учения о воскресении, которое представлено в измерении Запада. То есть в учении о воскресении мы знаем, что он был в измерении Запада, где они принимают жизнь в виде семени, которая должна быть посеяна, или же принимают залог, который должен быть пущен в оборот в учении о крещении. Вопрос. Если для нас все начинается с рождение свыше, с учения о воскресении, с измерения Запада, то почему же апостол Павел начинает с учения о крещении, которое покоится в измерении Севера? Мы знаем, что учение о крещении находилось и представлено в виде Севера. Для того, чтобы понять, почему апостол Павел все-таки начал не с учения о воскресении, когда мы получаем жизнь и рождаемся свыше, а именно со смерти, можно определить только тогда, когда мы поймем, а почему Бог успокаивается в земле Северной? И почему херовым осеняющий или дьявол сделал ставку только одну – на Север? Давайте посмотрим, почему Бог успокаивается в земле Северной. То есть Он хотел успокоиться в земле Северной. Захарий 6, глава 8 стих. «Тогда позвал Он меня и сказал мне так, смотри, вышедшие в землю Северную успокоили дух мой на земле Северной». То есть здесь говорится о колеснице Божьей, что только та колесница, которая вышла к земле Северной, они успокоили меня, говорит Господь. Другие колесницы не успокоили, но только именно Север успокоил его. А вот давайте посмотрим на Херувима, на дьявола. У него были попытки только занять место на Севере. Исайя 14, глава 13 по 14 стих. «Оговорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю Севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». И поэтому ответ будет очень очевидным, что измерение с Севера, из чего начал свое учение апостол Павел, то есть это учение о крещениях, в сравнении с измерением Запада, откуда начинается рождение свыше, или же человек открывает для себя учение в воскресенье, что измерение с Севера является ключом, ключом к переходу из категории званых в положение избранных. «И к вхождению, или же точнее погружению нас в собственность, или же в подобие Отцу Небесному, где можем являть Его правду в делах правосудия и Его творчество освящения в поступках святости, в статусе Его царей и священников». То есть это очень важно заметить, святые. Вот почему Бог смотрел на Север, вот почему дьявол сделал ставку взять под контроль Север. Он знал, что Его не особо-то волнуют званые. Он знал, что то семя, которое люди получили в учении о воскресенье, его можно убить, потому что семя, которое не стало воскресеньем, семя жизни, которое не стало воскресеньем, оно потом станет смертью, оно станет одно голое зерно, и Господь в конце концов сам назовет его смертью. Но только то семя, которое было или же прошло через крещение, это жизнь. Оно приобретает название уже не просто жизни, а название воскресенье. И воскресенье – это всегда жизнь, но жизнь не всегда воскресенье. Человек, когда рождается свыше, он получает семя как жизнь, но не как воскресенье. Вот почему апостол Павел сделал ставку, как и Бог, на учение о крещениях, потому что именно укрещение о крещениях делает разницу и проводит разницу между званными и между избранными и позволяет человеку облечься в статус старей священников, когда это семя жизни через посев в смерть Господа Иисуса Христа обретает или же облекает нас в статус воскресения Христова. В воскресенье, как мы слышали, всегда жизнь, но жизнь не всегда воскресенье. Жизнь, в котором нету качества воскресенья, не прошло через смерть, это вторая смерть, вечная смерть. И как мы слышали, что тот дар, тот залог, который мы получили, мы должны его трансформировать в плод. То есть об этом мы слышали очень много. И апостол Павел говорит к филиппинцам 3 глава с 8 по 12 стих, «Не достигну ли и я, как достиг Христос Иисус меня?» Как достиг меня Христос Иисус, так и я достигну его. А как он достиг его? Чтобы достичь нас, Иисус начал именно со своей смерти. И апостол Павел, когда получил это семя жизни в учении о воскресенье, он знал, что теперь ему необходимо вернуться к этому учению о воскресенье. Как? Ему необходимо выйти снова во внешний двор и постараться пройти путем Иисуса Христа и достичь Христа в этом же месте и принести Ему ту жизнь, но только уже как воскресенье. Это как рыба. Маленькая икорка, которая была отложена где-то в горах. Там, где отложила ее мать, она, а там появляется эта рыбка, и она снова уходит в океан. Плавает в океане. И когда приходит время ее умереть, она снова возвращается на то место, то есть где ее родила мать. И она там уже откладывает свою личную икру именно на том месте. И именно вот это место, когда рыба идет на нерест или же идет откладывать уже свою собственную икру, та икринка, та рыбка, которая произошла из этой икринки, возвращается, чтобы отдать то, что теперь находится уже в ней. Это уже плод Духа. Это уже не просто жизнь, а это жизнь, которая стала воскресеньем. Поэтому мы должны понимать, святые, важность учения о крещениях. И что наша жизнь без учения о крещениях или же понимания этого драгоценного камня ясписа будет потеряна. Жизнь без воскресения является смертью. Поэтому будем благословенны в нашей молитве. У нас есть прекрасное основание для молитвы, много истин. И я думаю, вы их знаете. И все, что я хотел сделать, это возбудить вас и привести вас в молитвенное состояние посредством написанного Слова Божия. Аминь. Будь благословенны в вашей молитве. Благодарим тебя за право находиться в твоем божественном присутствии. Благодарим тебя за право на основании крови завета приходить в твое божественное присутствие во власти твоих чад. Мы хотим тебя поблагодарить, что ты нас возродил воскресением Иисуса Христа из мертвых. Ты возродил нас нетленным семенем. И мы благодарим тебя, Господь, что это нетленное семя, положенное в нашем духе, в котором ты закрыл всю нашу судьбу. Закрыл все свои благословения, сокрыл, Господь, свое наследие. И мы молим тебя, чтобы через соединение с тобой подобием смерти в твоих божественных крещениях мы смогли заключить с тобою завет. Потому что ты заключаешь завет только при жертве. Ты заключаешь завет только там, где есть смерть. Ты заключаешь завет только там, где была пролита кровь. И мы благодарим тебя за кровь твою, что ты, Господь Иисус, пришел не с чужою кровью, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью зашел и приобрел для нас вечное искупление. Поэтому мы будем тебя вечно благодарить. Благодарить тебя, святой наш Бог, что ты достоин принять славу и честь, силу и благодарение. Потому что ты искупил нас из всякого колена, народа, языка и племени и соделал нас царями и священниками. И мы, Господь, будем царствовать с тобою. Мы благодарим тебя за твою пролитую кровь. Мы благодарим тебя, Господь, за то, что мы обретаем и получаем в твоем божественном завете. И мы молим тебя, Господь, чтобы то, что мы приняли в виде залога, в виде семени, было посеяно и было пущено в обороты, чтобы мы, Господь, могли принести плод, который бы мог прославить тебя. Мы благодарим тебя, Господь, что ты в крещении водою позволяешь нам соединиться в смерти Господа Иисуса Христа с самим Духом Святым. Дух Святой, ты не оставил нас. Ты, как никогда, близок с нами в крещениях и в смерти Господа Иисуса Христа. Ты не оставлял Христа, ты не оставишь и нас. И поэтому мы благодарим тебя, что в смерти и погружение в смерть мы сможем как никогда ощутить близость к тебе. Мы благодарим тебя, Дух Святой, что ты присутствуешь во всех трех крещениях и что во всех трех крещениях ты показываешь нам красоту драгоценного камня Ясписа, показываешь красоту смерти Христовой. Мы благодарим, что ты позволил нам погрузиться в это единое крещение. Ты позволил нам обладать единой и одной верой. Ты позволил нам погрузиться в одного единого Бога. Мы благодарим тебя, Господь, что мы можем погружаться в тебя. И мы, Господь, желаем погружаться в тебя глубже и глубже, Дух Святой. Дай нам больше тебя. Позволь нам погрузиться и в тебя во всей полноте. Позволь нам погрузиться в нашего Небесного Отца. Погрузиться в Отца, чтобы нам понять Его намерение, Его желание, Его мысли. Потому что ум Христов, он находится в самом Отце. И поэтому мы желаем Дух Святой, чтобы погружаясь в смерть Иисуса Христа, Ты погрузил нас в самого Небесного Отца. Мы благодарим Тебя за крещение водой, крещение Духом Святым и крещение огнем. Мы благодарим Тебя, что в Твоей смерти, Господь, мы получаем исцеление для наших тел. Что исцеление тела – это не когда на нас возлагают руки, а когда мы, Господь, получаем просветление в Твоей божественной истине, когда истина Тебя, Твоя, просветляет нас. И мы понимаем, что невозложенные руки, а вера в Твое Слово, оно исцеляет. Поэтому мы благодарим Тебя, Господь, что ранами Твоими мы исцеляемся. И мы молим Тебя, чтобы это Слово Правды, чтобы это Солнце Правды могло взойти в нас, и чтобы было исцеление в лучах Его. Позволь нам, Господь, чтобы эта правда и эта истина, что ранами Твоими, Твоими страданиями мы получаем исцеление, чтобы эта истина могла взойти в нашем духе и сделать революцию в нашем теле, и исцелить наше тело. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту простую истину, но которую Ты сокрыл только в смерти Своей. Благодарим Тебя за Твои раны. Благодарим Тебя, Господь, за Твое божественное исцеление, за исцеление наших тел. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты смог сохранить до конца наш дух, душу и тело во всей полноте, без порока. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты изменил наш дух, Ты воскресил его, Ты изменяешь нашу душу посредством крещения Духом Святым, и Ты, Господь, изменишь наше тело. Когда напишешь свою печать в небесный Иерусалим, Господь есть там. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня верою обладаем всеми этими тремя печатями. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты на нашей праведности мог запечатлеть все эти три печати. Мы жаждаем, Господь. Мы находимся на этой молитве, и мы ищем, Господь, Твоего лица. Мы хотим, Господь, познать Тебя, и мы не сможем найти Тебя, не сможем найти Твоего светлого лица без познания, Господь, Твоей истины, Твоего учения. Поэтому мы благодарим Тебя, Господь, за ту истинную заповедь Господа Иисуса Христа, которая была предана нам нашими апостолами, Твоими апостолами, Твоими святыми пророками, что она сегодня может принято быть нашим сердцем и сохраненная в нашем сердце. Ты сказал, как Ты сохранил слово терпения, то и я сохраню Тебя от годины искушения. Позволь нам, Господь, не сохранять свои собственные откровения. Позволь нам, Господь, не быть озабоченными, получить что-то новенькое. Позволь нам, Господь, понять ту красоту, которую Ты нам дал уже, и позволь нам, Господь, сохранить ту красоту и ту истину, которую Ты нам даровал. Потому что только по ней Ты будешь нас иметь способность сохранить от годины искушения. Ты не сохранишь нас от этого проклятия, которое грядет на сусиление, от нашей способности получать какие-то непонятные откровения, новые откровения. Но только наша способность сохранить то, что Ты уже дал В этой заповеди Христа через Твоих апостолов только отношение, только через трепетное отношение к этим заповедям и к этому учению, оно позволит Тебя и приведет Тебя трепет, и даст Тебе право сохранить нас и восхитить перед тем, прежде нежели откроется година искушения. Позволь, Господь, нам не быть среди неразумных дев, которые увлечены сегодня собою. Позволь нам, Господь, стать мудрыми девами. Позволь нам, Господь, поместить то откровение, то слово, которое Ты нам даровал глубоко в наш сосуд. Потому что, когда Ты скажешь, вот жених идет, выходите, готовые к нему навстречу, тогда мы сможем поправить наши святильники. Мы благодарим Тебя, Господь, за то учение и за тех стражей, которые Ты нам даровал. Близи от Твоих посланников, мы благодарим Тебя, Господь, за первую плеяду страж, которая заканчивается отцом нашим Авраамом. Мы благодарим, что в нас пребывает вера Авраама. Она пребывает также и в сынах Якова. Она пребывает также и в двенадцати апостолах. Она пребывает сегодня, это вера Авраама, также и в Твоих посланниках в сегодняшние дни, которые открывают нас и возвращают нас к Твоему небесному Иерусалиму, чтобы отождествить нас с ним, чтобы Ты мог нас назвать своим столпом и написать на нас, на этом столпе, свое собственное имя и имя Града Новый Иерусалим. Мы благодарим Тебя, Господь, за это право иметь Твои небесные имена на себе. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты можешь записать свое имя на нас. Ты можешь, Господь, нам даровать свои имена, и Ты уже даровал, Господь. И мы молим Тебя, Господь, за эту привилегию, чтобы то имя, которое было записано в книге жизни, оно никогда не было изглажено из книги жизни. Ты сказал, что побеждающего исповедую перед всеми ангелами моими, и я не изглажу имени его из книги жизни. Я напишу его на белом камне, дам ему. И об этом имени не будет знать никто, кроме того, которому я дам его. Благодарю Тебя, Господь, что это будет глубокое откровение внутри Духа. И это глубокое откровение внутри Духа можно будет обратить через трепетное отношение к Твоему Духу Святому, через трепетное отношение к Твоему Слову, через трепетное отношение к тем, кого Ты послал, через трепетное отношение друг к другу и к Церкви Божией. Только это сможет определить наличие нашего имени на белом камне. Мы благодарим Тебя, Господь, за тех стражей, которых Ты дал в наше время. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты не оставил нас сиротами. Ты дал нам Дух Святой. И Ты отдал нам тех, которые сегодня носят эти дары, которые пришли и принесли нам эти дары в виде этих драгоценных учений, для того, чтобы нас погрузить в Твои божественные крещения. Но Ты не сможешь этого сделать, Господь, до тех пор, пока Ты не откроешь нам этой красоты, этой глубины. И Ты позволил нам, Господь, возвратиться к этому древнему пути добра. Мы возвращаемся к Господе, мы смотрим и проверяем, где мы могли не спасть. Где мы могли допустить дьяволу обмануть нас или увлечь нас чем-то второстепенным. Не греховным, но второстепенным. Выйти за свои границы. Расхаживать своим языком там, где нас не просили говорить. Не довольствоваться своим местом, не подозревая о том, что мы готовы в любое время позволить Богу написать наше имя на прахе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то место, которое мы имеем в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, за то место, которое мы имеем в Церкви. Мы благодарим Тебя, Господь, за то место, которое мы имеем сегодня здесь на земле представлять Твои интересы. Мы знаем, Господь, свое место, и мы довольны им. Мы благодарим Тебя, Господь, за наше имя, которое записано на небесах Позволь нам, Господь, сохранить это достоинство, это призвание, это предназначение Довольствуясь, Господь, Твоей Церковью и тем местным, которое мы имеем Мы благодарим Тебя, что мы сегодня имеем способность быть довольными Мы благодарим Тебя, что мы имеем сегодня способность слышать Твое Слово И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня Ты, как печатью Своей, вырезал на сердце нашего камня, ясписа Твою простоту, способность слышать И Ты назовешь нас краеугольным камнем, потому что мы нашли себя в побеждающем Господе Иисусе Христе Мы не сможем, Господь, победить без Тебя И Ты не сможешь ничего сделать на этой земле без нас Потому что Ты отдал эту власть Твоей Церкви, Твоим святым, которые находятся в теле на земле Ты связал себя с Своими словами И Тебе это привело в великое удовольствие И, Господь, мы знаем эту истину И мы, Господь, будем высвобождать Твое Слово Высвобождать Твою правду Высвобождать Твои суды Для этой земли Для дьявола и сатаны, для смерти, для болезней Для нечестивых Потому что Ты ничего не сможешь сделать без святых своих И поэтому мы молим, Господь, прежде, нежели мы начнем высвобождать, поблагодарить Тебя За ту простоту, которую мы имеем В Иисусе Христе посредством Духа Святого Мы благодарим Тебя за имя Иона Мы благодарим Тебя за способность быть Симоном И слышать Твое Слово А если, Господь, мы не слышим, мы можем, чтобы Ты обрезал наше ухо И обрезал наше сердце Потому что наше сердце не сможет принять до тех пор, пока наше ухо не будет обрезанное Поэтому мы молим Тебя, Господь, чтобы это имя, способность слышать Твое Слово Принимать его, сохранять и, конечно же, потом понимать Его, рассуждая над Ним, было в наших сердцах. Мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня четыре Твоего учения, Твоей тройственности могли совершить ту судьбу, для которой они предназначены. Мы верим, Господь, что Ты открыл эту красоту в Твоем писании от книги «Откровения до книги бытия» не для того, чтобы она осталась в книге, на листах бумаг, или просто в нашей памяти, которая, может быть, восхищается и ценит красоту и глубину. Ты заключил намного больше. Ты заключил великую судьбу в этой драгоценности. Ты сказал, что четыре небесные ветра готовы совершить свой бой и свою войну и свою борьбу с четырьмя зверями, которые выходят из моря. Но Ты этого не можешь сделать до тех пор, пока мы не сможем поместить эти откровения в свое сердце и не поймем судьбоносность того, что Ты дал. Поэтому, Господь, с позиции Твоих четырех ветров мы сегодня выходим и противостоим этим четырем зверям, противостоим всякой лжи, противостоим всякому неверию, противостоим всякой клевете. Мы не согласны со смертью, которая приходит к нам в разных лицах. Мы не согласны ни с одной болезнью, ни с одним симптомом. Мы облекаемся, Господь, в Твоем крещении, в Твою жизнь. И мы облекаемся, Господь, в наше исцеление, в наше божественное восстановление. Мы знаем, Господь, что наше исцеление находится в аспекте веры, а вера – это знание Твоего написанного Слова Божьего. Позволь нам, Господь, сегодня поблагодарить за то Слово, которое мы имеем и за ту истину, которая может нас исцелить. Ты приходил в восторг, когда люди получали исцеление по вере. Ты говорил, я и во всем Израиле не нашел такой веры, когда люди верили в Твое Слово. Позволь нам, Господь, верить в Твое Слово, принимать Твое Слово, исповедовать Твое Слово. Мы благодарим Тебя за исцеление в Твоих ранах. Мы благодарим Тебя за Твою пролитую кровь. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты освободил нас от наших гробов, что они не принадлежат нам. В нашем мышлении нет даже и мысли о гробах, о смерти, о болезнях. Мы наполняем свое мышление Твоей истиной, Твоим исцелением, Твоим восстановлением, Твоей весной, Твоей юностью. И если, Господь, когда-то вошло в наше мышление, мысль негативная, которая смогла удручить нас или поразить нас каким-то образом, мы отрекаемся от нее, мы отсылаем ее прочь в преисподнюю, откуда она пришла, и мы соглашаемся, Господь, только с Твоей судьбой, которую Ты открываешь в имени Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Господь, что исцеление начинается. Ты, Господь, нам позволил познать Твою истину. И мы хотим, Господь, исповедовать Твою истину. И мы хотим, Господь, прославить Тебя в этом исцелении. Мы не преследуем своих коростных целей, но мы, Господь, хотим прославить Тебя в этом исцелении. Мы хотим возвеличить, Господь, Твою истину и Твою правду. Благодарим Тебя, Господь, что это правда. И мы принимаем эту правду, что ранами Твоей мы исцелились. И поэтому добудет благословенные тела святых И мы волим, чтобы не Твоя рука исцеляющая, а Твое слово исцеляющее могло коснуться их тел Мы любим Твою руку, но у Тебя, Иисус, есть больше, у Тебя есть слово И мы хотим слово Мы хотим, чтобы это помазующее, исцеляющее слово могло сделать то, к чему оно призвано Ты сказал, что Ты хочешь превознести свое слово превыше всего И, Господь, мы превозносим Твое слово, написанное превыше всего И мы помещаем наше исцеление в это слово и превозносим его, Господь И благодарим, что мы не ищем своей воли, но, Господь, мы ищем даже в исцелении Твоей воли Благодарим за исцеление наших тел И проклинаем всякую болезнь, всякий недуг Всякий симптом во имя Иисуса Христа Мы не согласны со смертью, и поэтому повелеваем смерти, недугам, болезням Убираться вон из тел святых детей Божьих Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем увлекаться в одежде правосудия Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил свое правосудие на этой земле через Твою церковь Чтобы Ты мог излить свой гнев на тех врагов, на которых Ты жаждешь излить свой гнев Чтобы Твой гнев был излит на царство дьявола и сатаны, на тех, кто отзвучивает его интерес Я молю Тебя, Господь, чтобы между нами не было никакого злого корня Который производил бы раздоры, распри Я молю Тебя, Господь, чтобы между нами не было никакого-то неверного сердца Но я молю, чтобы сердца святых были наполнены Твоей верностью, Господь Твоей любовью и Твоей истиной Мы благодарим Тебя, Господь, за это слово и за это учение, которое мы слышали Мы благодарим Тебя, Господь, за тех посланников, которых Ты дал нам в нашу жизнь Мы благодарим Тебя за брата Аркадия и сестру Тамару Ты сказал, Господь, что только непорочных путей может служить Тебе Позволь же, Господь, теперь и нам послужить и им Тем дарованиями, талантом, умениями, успехом и всяким благословением Которым Ты нас благословил и облагодетельствовал в Иисусе Христе Позволь нам, Господь, служить друг другу Чтобы мы могли почтить Твое написанное слово Да будешь Ты превознесен, наш великий Бог, Отец и Дух Святой, Аминь Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое, да придет царство Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим И не веди нас в искушенье, но избавь нас от лукавого Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки Могущему же соблюсти нас от падения И поставить пред славою Своею непорочными в радости Единому, премудрому Богу, Спасителю нашему Через Иисуса Христа, Господа нашего Слава и величие, сила и власть Прежде всех веков, ныне и во все веки Аминь Слава и величие, сила и власть